Добрый день, с нами портал Инсургент и группа Второе Дыхание. Здрасте, привет. Как вам выставка? Выставка отличная, как всегда. Хоть она в этом году, мне кажется, чуть менее масштабная, чем в прошлом, но по-прежнему она для нас интересна. Мы ходим, изучаем новинки рынка, общаемся со старыми знакомыми. Это для любого музыканта, который живет в Москве и Подмосковье, это всегда радость раз в году. С кем из друзей и знакомых пообщались вы сегодня? Значит, за сегодня мы пообщались с нашими друзьями на стенде Live Music, который находится в гитарном павильоне. Многих знакомых обошли, ну я обошел, по крайней мере, в барабанном павильоне. Например, это представители фирмы E.D. Cymbals, которые куют тарелки, на которых я играю, как же я с ними не поздороваюсь. Ну и вообще большое количество различных музыкантов, с которыми мы пересекались, как на одной сцене, так и, не знаю, через стенку репетировали. А с кем из музыкантов работали, с кем понравилось работать? Значит, с кем мы работали? Ну, например, значит, наш второй диск, попробую исполнить времена, мы выпустили с приглашенными вокалистами Артуром Беркутом, Артемом Стыровым, Джиной из группы Крюгер. Ну, нам с ними со всеми понравилось работать, с каждым из них по-своему. О тех днях у меня самые лучшие воспоминания остались. Жалко, что вот сегодня я никого из них здесь не встретил, но мы часто видимся, здороваемся, вспоминаем. Планируете еще с кем-нибудь поработать в ближайшее время? С кем-то планируешь поработать? Ну, значит, давайте вернемся к творческим планам, которые у нас достаточно серьезные. Нам сейчас предстоит сыграть большой сольный концерт, посвященный релизу, презентации нашего нового альбома. И, естественно, после такого большого мероприятия, следующим шагом будут уже выпуски нового материала, и там мы уже планируем задействовать, конечно же, новых гостей, новые лица. Говоря о концерте, который предстоит... Кстати, он когда, Анатолий Анатолий? Да, у нас 14 октября. 14 октября большой концерт. Как клуб еще раз? Клуб Мобил Тип. Это новый клуб на Марины Рощи, метро Марины Рощи. Достаточно удобное расположение, вот, так что ждем всех. И там, конечно, тоже ожидаются гости, приглашенные вокалисты, музыканты разные. То есть, да. Они не такие известные в широких кругах, но среди андеграунда, скажем так, достаточно известные. В любом случае, приходите, будет интересно. А в какой момент вы поняли, что хотите заниматься музыкой, и вот встали на творческий путь? Я в старших классах школы. Когда вот в коморку за актовым залом, как в известной песне, зашел, вот как бы там прямо и захотел. У меня все более банально, с музыкальной школы, с 10 лет, когда начинаешь играть на гитаре, помимо произведений, которые тебя заставляют учить, начинаешь что-то свое придумывать. И, естественно, детские мечты поставить на сцене с гитарой, вот они реализовались после уже музыкальной школы. А какие музыкальные коллективы повлияли на ваше творчество? Ну, на наше творчество повлиял, естественно, отечественный и зарубежный металл. Понятное дело, ария, это как бы по умолчанию. Ну и помимо этого другие группы, скажем так, то, что принято называть арийская семья. Это Маврин Сергей, которого сейчас автограф-сессия. Это группа Мастер. Ну, черный кофе, это из наших. Ну, а из западных, там как бы очень много названий, их все перечислять долго будет. С Маврином не успели пообщаться сегодня? За сегодня? Да нет, там Сергей сейчас общается со всеми. Мы больше любим общаться с музыкантами группы Маврин. Да, у них как бы побольше свободного времени, их поменьше облепливают фанаты. Да, поэтому мы как бы с ними обсуждаем последние. Последний вопрос. Совет для молодых коллективов, которые решили заняться творчеством. Не останавливайтесь перед трудностями, преодолевайте препятствия и не забывайте то, ради чего вы все это начали. Мой совет немножко другой. Я скажу, что не надо пытаться найти среди своих настоящих друзей или близких людей себе партнеров. Для достижения успеха нужно искать людей на стороне. Потому что вероятность того, что твой лучший друг разделяет с тобой твои же музыкальные предпочтения, он равен стремиться к нулю, скажем так. Как с женой работать, да? Если вы в одной тусовке, получается у вас одинаковые музыкальные вкусы и предпочтения или не обязательно? Да, тусовка это всегда поверхностно. А вот когда ты начинаешь вместе с человеком заниматься музыкой в плане творчества, Оказывается, что у него свои ожидания. Тут вылезает, что у него как бы да, у него все немного другой взгляд. Это может оказаться, ну привести к тому, что ты друга потеряешь. Это плохо. То есть до такого доходило, что друзей теряли на пусть разногласий? Нет, у нас, слава богу, не доходило, но мы просто с друзьями особенно и не... Не, ну скажем так, если говорить про коллективы, в которых мы начинали, и Анатолий, и я, естественно, это были коллективы, как правило, друзей. И, ну, естественно, на каком-то этапе то один, то другой человек отвалился именно по причине того, что где-то разные ожидания, разные планы. Поэтому, да, главное здесь искать партнера по... стремленного с тобой в одну точку и среди друзей найти это практически... Повезло, конечно, тем, кто нашел среди близких людей, но... Ну, у меня как-то подробно получилось, что у меня все мои друзья, с которыми я начинал заниматься музыкой, они просто музыку побросали. То есть я с ними, да, я с ними не поссорился, он там к нам, допустим, Стас на концерты все время ходит, Нислав Николаев, один из наших самых частых зрителей, а раньше мы с ним играли, да. Но вот он потом решил, что ему это стало неинтересно. А были такие друзья, с которыми вы вместе играли и с которыми поссорились и больше не общаетесь? Ну, у меня не такой опыт, но вот сам факт, что действительно кто-то заканчивает с музыкой, у кого-то личные планы встают на первый план, да, перед музыкой. Поэтому, да, то есть люди теряются, да, за там 14 лет нашего существования коллектива. Многие люди по разным причинам совершенно отваливались и с многими мы продолжаем общаться, многие приходят на концерты. Но второе дыхание сейчас состоит не из, скажем так, не из лучших друзей, а из, ну, скажем, лучших врагов. Из лучших врагов, но при этом хороших партнеров, партнеров. Да. Я поняла, спасибо большое за интервью, удачи вам, до свидания. Пригодно.